Приветствую всех! Уже было видео на канале, где я рассказывал о том, как собаки служебные со всего мира помогают обнаруживать и спасать людей в зоне землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля. И сейчас вот уже прошло какое-то время и более подробные есть отчеты обо всем, что было. И вот информация на середину февраля уже появилась, что 388 собак, специально обученных спасателей из 47 стран мира. Давайте я по количеству не буду, чтобы быстрее назвать эти страны. Итак, Нидерланды, Испания, Арабские Эмираты, Россия, Мексика, Франция, Польша, Украина, Германия, Венгрия, Португалия, Британия, ЮАР, Словакия, Австрия, Швейцария, Япония, Чехия, Колумбия, Хорватия, Швеция, Италия, США, Алжир, Китай, Румыния, Саудовская Аравия, Вьетнам, Аргентина, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Израиль, Катар, Ливия, Сингапур, Тунис, Сальвадор, Косово, Интернет. Идонезия, Индия, Монголия, Панама, Греция, Босния, Герцеговина, Болгария и Мальта. Я специально засчитал этот список, потому что многие там какие-то ходят слухи о том, что та или иная страна не приняла никакого участия. И прошу обратить ваше внимание, что, естественно, если были из этих всех стран собаки, естественно, из них были спасательные команды. Хотя спасательных команд еще без собак было еще в два раза больше, наверное, чем этих стран. Разное количество собак, но каждая из этих названных стран, каждая из них привезла четвероногого профессионала, который находил и спасал людей под завалами, друзья. И многих интересовало, что же случилось с Протео, как он погиб и что будет с ним дальше, собственно. Естественно, никто не забыл его ни в Турции, ни в родной Мексике. Тем, кто не видел прошлое видео, ссылочка на него появится в конце, я хочу сказать, что это песик мексиканский, который погиб, спасая людей в Турции. Как уточнил его хозяин Протео, погиб не под завалами, то есть он работал, сейчас мы еще поговорим о нем побольше, расскажем немножко, посмотрим его биографию. И погиб он от болезни, которая обострилась именно в результате его работы здесь, потому что, сами понимаете, что работа непростая. То есть он не был придавлен, просто у него произошло обострение его хронической болезни, и на фоне этого, к сожалению, его не смогли спасти. Он умер в Турции рядом со своим наставником в окружении спасателей, медиков. И ходило много сразу и в Турции, и в Мексике, да и по всему миру люди писали, что нужно установить памятник, нужно ему достойно его проводить и так далее. Значит, что уже на сегодняшний день появилась страничка в турецкой Википедии, посвященная Протео, и в ней можно почитать его биографию, видеть его, дату его жизни и так далее. И потом появился в одном турецком городе приют для бездомных животных, который был назван именем Протео. И вот вы видите, какая табличка там стоит на входе, на въезде в этот приют. То есть в Турции, конечно, его тоже никогда не забудут. И годы жизни этого пёсика, 16 июня 2013-го он родился и погиб он 10 февраля 2023-го. Но о нём побольше, чтобы узнать. Итак, этот пёсик был из Мексики. И это была поисково-спасательная, а также полицейская собака. Это немецкая овчарка. Министерство обороны Мексики обучало его специально для выполнения ответственных задач. С 4-х месячного возраста он проходил обучение. Обучали его для защиты людей, для распознавания взрывчатых веществ и наркотиков. Также Протео был участником 1-й бригады военной полиции, которая дислоцировалась в военном лагере в Мехико. Это была одна из поисково-спасательных собак команды Министерства обороны Мексики. Протео участвовал в операциях во многих регионах. Он был в Мексике, на Гаите, в Гватемале, в Эквадоре. Для поездки в Турцию его выбрали как наиболее подходящего пса для оказания помощи в спасательных операциях. И благодаря своему уникальному опыту, большому поисково-разведывательной деятельности, команда Мексики нашла очень много людей под завалами. И при помощи Протео всего сообщается о найденных троих живых людях. И также помогал Протео находить, к сожалению, людей уже погибших. Их было 29. Вот столько людей он нашел под завалами. В официальном твиттер-аккаунте Министерства обороны Мексики было заявлено 12 февраля о смерти собачки. И его тренер и наставник объявил о том, что он умер от болезни при исполнении служебных обязанностей. Сначала он был похоронен, пока продолжали спасатели мексиканские работать. Он был похоронен в саду палаточного лагеря Афат. Афат — это как Министерство по чрезвычайным ситуациям турецкое. После этого Министерство обороны Мексики признало Протео солдатом, приравняло его к солдатам и заявило, что его тело будет отправлено из Турции на родину в Мексику. 16 февраля мексиканская делегация, которая участвовала в спасательных работах в Турции, она вернулась в Мексику, и тело спасателя Протео, героя, было со всеми военными почестями встречено в аэропорту. И его похоронили как воина со всеми воинскими почестями. Вот вы видите несколько фоток. Так что, друзья, Протео никто не забудет. И песик героически работал и помогал доставать людей из-под завалов. И да, конечно же, каждая из этих собак, из всех этих стран, которые я назвал, конечно, каждая из них совершила на самом деле героические поступки. Можете себе представить, сколько людей было обнаружено именно благодаря собакам. Часто собаки обнаруживали людей, которые не фиксировались никакими приборами. То есть именно заслуга была, особенно когда живых, конечно, находили. И когда людская жизнь, можно сказать, человеческая жизнь была именно на счету собаки спасена. На счету каждой из этих собак, которые приехали из разных стран. Протео вечная память. Вот такую вот хотел донести информацию, потому что много было вопросов. То же, как, что. И сейчас ссылочки появятся на первую часть, кто не видел. Спасибо нашим четвероногим друзьям и искренние соболезнования. Всем, кто пострадал в результате землетрясения, потерял свое имущество, своих близких, своих самых дорогих людей. Хотелось бы, чтобы такие трагедии никогда больше не повторялись. Но еще раз спасибо Протелло. Продолжение следует... ... Продолжение следует... Продолжение следует...